Очередной суд над экс-президентом США Дональдом Трампом. На этот раз Трампу присудили штраф на сотни миллионов долларов по делу о мошенничестве. Как пишет издание New York Times, на днях судья штата Нью-Йорк Артур Энгоран признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве с недвижимостью и обязал его уплатить 355 миллионов долларов штрафа. Суд пришел к выводу и постановил, что бизнес-империя Трампа, Трамп Организейшн, завышала стоимость своей недвижимости. Таким образом получала выгодные банковские кредиты. Прокуратура штата Нью-Йорк инкриминировала экс-президенту семь обвинений, среди которых мошенничество, подделка документов, составление ложных финансовых отчетов. Но не штрафом единым. Кроме этого суд запретил Трампу в течение трех лет занимать руководящие должности в любой компании штата, включая собственную. Приговор коснулся и сыновей Дональда Трампа. Так, в течение двух лет его сыновьям запрещено занимать руководящие должности в любой компании штата. Один из сыновей, Эрик Трамп, сейчас является исполнительным директором Трамп Организейшн. А еще судья Артур Энгорен обязал продлить на три года срок полномочий независимого надзирателя в Трамп Организейшн, который должен следить за соблюдением компании закона Нью-Йорка. Как отмечает Нью-Йорк Таймс, с учетом процентов, фактическая сумма штрафа, которую должен уплатить экс-президент США, превысит 400 миллионов долларов. Скорее всего, Дональд Трамп обжалует решение суда в течение 30 дней, отведенных законом. Расследование, которое проводят судебные инстанции против предполагаемого кандидата от республиканцев Дональда Трампа, очевидно, добавляет ему рейтингов. Он ведь любые обвинения в свой адрес конвертирует в преследование против него, как самого рейтингового кандидата. Относительно опроса, Трамп сегодня опережает кандидата от демократов, действующего президента Байдена. О расследовании в отношении бизнес-империи Трампа стало впервые известно в 2019 году, после того, как Нью-Йорк Таймс опубликовала расследование о его мошенничестве с налоговой отчетностью. Согласно информации издания, бизнес Трампа не декларировал доходы и, как следствие, не платил налоги в бюджет штата Нью-Йорк, где зарегистрирован. В сентябре 2022 года генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала гражданский иск по делу о мошенничестве экс-президента США с недвижимостью. Еще один суд над экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о выплатах порноактерам для влияния на результаты выборов 2016 года начнется, скорее всего, в конце марта. Его рейтинг – это спасательный круг самого Трампа, который пока остается на свободе. Но по всей вероятности одно из судебных решений может ему как минимум запретить участвовать в президентской кампании. В частности, некоторые штаты уже это сделали. Но это никак не останавливает Трампа. Такие процессы могут, очевидно, еще больше придать узнаваемости и популярности самому кандидату в президенты, действующему против системы. Но эксперты уверены, все эти разбирательства с Трампом опасны для самих Соединенных Штатов Америки как страны. И вот почему. Ведь 30% граждан, относящих себя к республиканскому лагерю, готовы протестовать на улицах, если, вероятно, их топовый кандидат Дональд Трамп будет остановлен в гонке за президентское кресло. Очевидно, такая дестабилизация внутри страны, она невыгодна Соединенным Штатам Америки. Но есть те, кому все эти процессы в США напротив выгодны. Но она выгодна для таких государств, как Китай, Россия, Иран. Те страны, которые относят себя к оси антидемократических государств. Очевидно, им не нужен президент Трамп как фигура. Им нужен Трамп как фактор, как феномен дестабилизации. Общество внутри, что может отбросить Соединенные Штаты, ослабить их и отбросить с лидирующей позицией в мире. А дальше может пострадать Украина. И не только. Внутренняя политика, она в определенной степени в Соединенных Штатах где-то играет против ее определенных обязательств, которые Соединенные Штаты делали раньше. Репутационный капитал может упасть, если элиты, республиканцы и демократы не объединятся и не сделают общие выводы по внешним вопросам. Это, очевидно, может повлечь за собой уменьшение поддержки и Украины, и Израиля. В конце концов, мы и сейчас видим, к чему все это приводит.